Русь всегда была многонациональной, тут суживались многие национальности, многие народы. И Русь это единственное государство, которое сохранило в себе культуры разных народов. Сейчас современная молодежь, да? Да. Она эту культуру, как бы, как ты говоришь? Черпает из интернета и других источников, которые... То есть, смотри, берем, допустим, тяжелую музыку, да? Да. Это же не культура. То есть тяжелая музыка, уже доказана даже наукой, что она разрушает психику, разрушает, короче, ну, даже растения перестают расти. То есть тяжелая музыка основана на вибрации, на ударниках, на ударниках. То есть и вот эта музыка, она... То есть есть, как сказать, звуки природы, да? То есть музыка такая классическая, которая поднимает человека высоко, да? Настроение поднимает. А есть музыка, которая уничтожает его. То есть вот тяжелая музыка, допустим, это просто уничтожение всякой культуры. Как ты можешь сказать, что, допустим, тяжелая музыка, она является культурой, она не является культурой? Нет, музыка это не культура, это субкультура. Ну, субкультура это что такое? Да, анимешники, я не знаю, геймеры, то есть тоже как-то... Субкультура это современное название какого-то нового движения, течения. Подсистема, подсистема, подсистема. Ага. Старообрядцы это тоже субкультура, собственно. Ну, нет, ну, старообрядцы у них своя культура. Ну, еще более древняя, чем у христиан, понимаешь, чем прикол? Да, но это мелкая группа, это уже не культура, это субкультура. Представь, допустим, была на Руси культура, то есть эта культура позволяла сохранять семьи, разводов вообще не было. Эта культура позволяла, то есть не изменять своим мужьям, там, то есть семьям жить счастливо. И дети росли, допустим, в здоровой семье, где мама любила папу, папа любил маму, и они никуда не смотрели. То есть понимаешь, то есть росли дети, которые также создавали семьи и растили здоровых детей. То есть эта культура, она в ней подразумевалась, то есть здоровое питание, там, прекрасная музыка, там, и на гуслях, и там, на всех музыкальных инструментах. Помнишь, какие былины, какие сказания были на Руси? Вот это вот и есть, вот эта культура. А что-то, допустим, субкультура, это уже какое-то, ну, как сказать, искажение. Вот берут, допустим, сказки, они просто искажают их, вот сейчас посмотри, что творится, они берут, искажают сказки, там, какую-то порнуху туда вставляют, там, какие-то там, черный юмор, и что, и даже детям не покажешь уже, это уже, то есть они не могут создать что-то свое, правильно? Они просто искажают то, что уже есть. Вот эта субкультура, я так понимаю, это не создание чего-то своего, это не какое-то творчество, это искажение того, о, кстати, не убегайте, сейчас вы следующие.